Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Сегодня мы с вами разберем одну из моих статей, которая называется «Затрат 10 тысяч часов и стане кем». Сейчас в виде распространено убеждение, что можно стать мастером в любом деле, затратив на это 10 тысяч часов. Ну плюс-минус там накинем, не знаю, тысячу, может быть две. Ну мы конечно не будем придираться к цифре, но она очевидно не отражает реального положения дела. Ну ровно 10 тысяч часов потратил и стал мастером. Маловероятно, скорее всего плюс-минус действительно. Но давайте все-таки посмотрим, посмотрим как это все работает. Как можно ли добиться успеха в той или иной деятельности, затратив на это 10 тысяч часов. Спорт. В сфере спорта можно ли добиться успеха, затратить на это всего-то 10 тысяч часов. Нет? Нет, абсолютно нельзя. А в спорте многое зависит от врожденных качеств. Если ты хочешь стать баскетболистом, но ты карлик при этом, у тебя будут проблемы, у тебя будут сложности. Возможно низкие игроки иногда и хорошо играют, но тоже тут дело в других врожденных качествах может быть. В спорте влияют очень сильно врожденные качества. Как бы сильный человек не старался, если у него нет врожденных спортивных качеств, нужных для определенного вида спорта, у него нет никаких шансов добиться успеха, ну по крайней мере, вот высокого, высоких достижений. Ну попасть на Олимпиаду, например, он не сможет, скорее всего. Не сможет, к сожалению. А спорт высоких достижений также зависит от финансирования. Ну вот так вот, да, получается, что человек, которого не финансируют, у него меньше шансов пробиться в высокий спорт. Это очевидно. Это очевидно, и с этим, ну, обязательно нужно что-то делать. То есть, ну, человек, да, который тренируется без должного ухода за собой, без должной экипировки, без должных средств каких-то, этот человек вряд ли достигнет каких-то высоких результатов. Есть исключения, но вряд ли. У него будут помехи на пути. Спорт это такое дело, успехов которым надо добиваться вовремя. Ой, да. То есть, существует определенная статистика. В определенных видах спорта есть определенные, в общем-то, возрастные этапы, в которых спортсмены обыкновенно раскрываются. Например, в гимнастику надо идти пораньше и достигать там каких-то успехов пораньше. Некоторые гимнасты, особенно гимнастки, достигают больших успехов еще до совершеннолетия. А потом уже проблемы начинаются с гибкостью и так далее, и так далее, и так далее. И участвовать уже в олимпиадах у них вряд ли получится. То есть, нужно не только соблюсти правила, не только соблюсти правила врожденных качеств. У тебя все врождено, все хорошо. У тебя есть огромное количество финансов. У тебя кто-то финансирует государство, например. Но возраст уже не тот. Что тогда-то получается? Все. Нет, нет. 10 тысяч часов, 20 тысяч часов, 40 тысяч часов, 50 тысяч часов, ничего не изменится. Продолжаем. Поэзия. Удивительно, но люди, занимающиеся поэзией, очень мало совершенствуются со временем. Особенно, если однажды они закрепили неправильные примеры или выбрали путь плагиата. Я знаю людей, которые написали 3000 стихов за свою жизнь. Кстати, это Стефаня Данилова говорила, что она написала 3000 стихов за свою жизнь. А до сих пор она уже много лет пишет. Очень много лет. Может, там больше 10 уже активно занимается писательством. Так вот. И она до сих пор пишет как новичок. Она пишет как человек, который только взял впервые и начал писать. Ритм. Пофигу сбиваются. Рифмы однокоренные. Смысла? Нет. Шизофазия какая-то в тексте? Нормально. Видите, вот не влияя. Человек затратил явно больше 10 тысяч часов на поэзию. Честно, явно. Он в розу больше 10 тысяч часов на поэзию. Но это ничего не принесло. Никаких плодов. Просто человек остановился в развитии. И так делают многие авторы. Я знаю стариков, членов союзов писателей, пишущих на уровне просто подростков. Они затратили какие-то тупые банальные темы и наполняют текст водой. Они явно затратили больше 10 тысяч часов, но никаких результатов это не принесло. И какими-то классиками великими они не станут. Да не то чтобы классиками не станут. Они просто адекватными авторами стать не могут. Вот так вот. Проза. Ну, в прозе абсолютно та же ситуация, что и в поэзии. Есть люди, которые затратили на писательство больше 10 тысяч часов, больше 20 тысяч часов, там больше 40 тысяч часов. И это ничего не принесло им. Они не могут нормально писать адекватно. Среди вот таких вот авторов, которые много времени затратили на писательство, есть даже знаменитые. Захар Прилепин, там Лимонов Эдуард. Абсолютно нулевые писатели, но затратили очень много времени на вот свою деятельность. А там в основном, ну, самое лучшее, что там есть, это плагиат. Самое худшее, это все остальное, что они попытались привнести. Это терроризм, это глупость и все такое. Не интересно. А музыка, 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 музыка. Эта сфера очень зависит от физиологического, в общем-то, настроя человека. Стать великим музыкантом крайне трудно. Есть люди, у которых с рождения нет слуха, например, что им делать, как они могут музыку войти. У них будут преграды, да, они могут подняться до определенного уровня. Но достигнуть больших успехов в музыке, не имея предрасположенности, при этом, трудно, очень трудно. Стать оперным певцом, не имея соответствующей легки, ну, тоже крайне трудно. Здесь просто на уровне физиологии вот этот вот, вот этот вот тезис затратить 10 тысяч часов и стане кем-нибудь очень успешным, великим, это все фигня. Ну, то есть на музыке не работает. Причем изначально вообще вот этот тезис, он, как раз, на музыкантах якобы и проверялся. Но, очевидно, надо просто немножко подумать, поискать, посмотреть людей, и вот можно отыскать вот такую закономерность. Нет, в музыке такого тоже нет. Есть люди, которые хоть всю жизнь будут заниматься этим делом, успеха они там просто не добьются. К сожалению, это так. Философия. Многие философы были уверены в том, что нельзя научить кого-то мыслить. Ведь, очевидно, да, 20 тысяч часов, 30 тысяч часов, можешь заниматься философией, можешь прочитать все философские трактаты в мире, но при этом не стать успешным философом. А можешь ничего не прочитать и стать очень успешным философом вообще без проблем. Можешь прочитать только одного Карла Маркса и стать Лениным. И все хорошо, как бы добился успеха человек. То же самое в науке. А в науке еще все зависит от той области, которую ты выбираешь. Выбрал не ту область, все. Ты проводишь эксперименты, проводишь 10 тысяч часов впустую и не добиваешься никакого результата. Тебе не дадут ни Нобелевскую премию, тебе не дадут никакую другую премию. Ты просто никому не нужен, потому что ты выбрал не ту область. Ты можешь быть прекрасным ученым, можешь совершенно все проводить. Можешь идеально следовать методу и очень-очень дотошно все вот этого делать, но при этом тебе просто может изначально не повезти. Ты можешь выбрать не ту область исследования. Можешь попробовать поменять, конечно, область исследования. Но что с того-то? Ну поменяешь, еще одна неудача и еще одна неудача. Сколько у нас Нобелевских лауреатов в год? Немного. Вот, вот и все. Из этого следует, что миф о 10 тысячах больше похож на глупую шутку, честно говоря. Большие успехи не достигаются 10 тысячами часов. По крайней мере, ни в одной из тех областей, которые мы рассмотрели. И это очевидно. Просто даже доказывать здесь было бы что-то довольно-таки странно. Потому что, ну, все понятно. Человек, который занимается той или иной областью, он понимает, какова вероятность того, что он добьется в ней успеха. И 10 тысяч часов, 30, 20, там, не знаю, 50, все это ерунда. Ну, собственно, то же самое можно сказать практически про любую деятельность. Про любое ремесло даже. Не знаю, многие упрекали эту статью в том, что я разобрал только какие-то выдающиеся сферы. Там, науку, философию, музыку, прозу, поэзию, спорт. Ну, просто вот это те вещи, в которых я лучше всего разбираюсь, да. Вот так вот получается, что с этими вещами я как-то взаимодействую периодически. И знаю о них кое-что в достаточной степени, чтобы уверенно об этом говорить. Но разве в других каких-то сферах все иначе? Обязательно 10 тысяч часов потратить, можно не 5. Есть какие-нибудь, может быть, таланты, которые за тысячу часов осваивают то, что мастера выучивают в течение 10 тысяч часов. А может быть и есть, наоборот, люди, которым нужно не 10 тысяч часов, а 50, 100. А может вообще они не достигнут. Просто уровень интеллекта не дотягивает. Чтобы стать инженером, например, нужен определенный уровень интеллекта. Нельзя быть просто тупым и без памяти. Все, ты должен соответствовать. Врачом, чтобы стать, нужна память, нужен определенный уровень интеллекта. Иначе ты никого не вылечишь просто. Все, позабудешь и даже хуже сделаешь. Практически любая сфера в той или иной степени, ну, любая сфера, которая требует, которая в итоге может дать человеку успех тот или иной, в той или иной сфере, именно большой такой успех. Стать мастером своего дела, и чтобы все это признали, и чтобы все было так хорошо, все было прекрасно. А вот такие сферы, это, ну... Ну, то есть, ну, не уборщиком стать, не мастером уборки, например. Или не мастером, не знаю, чистки полов, посуды, или чего-чего-чего-чего-чего. Вот, если мы берем серьезные какие-то профессии, в которых имеется сфера вот этого высокого, большого успеха, вот все вот эти вот профессии, они не привязаны к правилу десяти тысяч часов. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Восьмикратно с вами прощается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok